Всем привет! Вы на канале Гараж28. Совсем недавно мы делали освещение в гараже на базе устройства дистанционного управления тремя нагрузками YAM-301. Я нашел старую свою поделку, которую делал уже больше года назад. Здесь в основе лежит такое же устройство дистанционного управления, но на один канал. В принципе так понятно, одна розетка значит один канал. В общем сейчас у меня освещение работает с пульта управления. Освещение работает. Сейчас лето, я им не пользуюсь. Света хватает и так. На базе 801 мы будем делать сегодня вентиляцию. Кстати, если не забуду, ссылочка будет аннотация вверху и ссылки на предыдущие поделки будут в описании. То есть на эту поделку и на вентилятор, который мы сейчас будем подключать. В общем сегодня делаем вентиляцию в гараже. Ставим вентилятор. Заранее хочу предусмотреть, чтобы он был поворотный, наклонный, ну в общем в разных плоскостях работал. Вентилятор у нас будет самодельный. Кстати, не знаю, вторая аннотация пройдет или нет, но попробуем. И ссылочка на изготовление этого вентилятора будет тоже в описании. Этот вентилятор у меня сделан на базе советского еще двигателя. Это трехфазный двигатель. Здесь для сдигофазы используется пусковой конденсатор и все это управляется диммером. Диммер обычный от освещения. Итак, давайте проверим как это все будет работать. Из пульта забирал батарейку 23А на 12 вольт для проекта с освещением и его сейчас доставать батарейку не буду. Сюда запихнул резервную батарейку от брелка сигнализации автомобиля. Это не 23А, а 27А. В принципе она тоже работает. Единственное, что мне нужно будет сделать, это закрепить сам вентилятор, настроить определенную скорость и просто дистанционно его включать. Дует очень шикарно. Вентилятор этот нужен для проветривания гаража. В принципе с середины лета уже потребности в нем не будет, а сейчас май, сейчас еще в гараже довольно холодно, стены все еще не прогрелись, поэтому я его закреплю сразу на входе у ворот. Устройство дистанционного управления у меня будет располагаться на стене, прикручено. В него кстати будет всунут тройник такой вот. И у меня у печки три, два еще вентилятора, то есть даже зимой я буду наверно пользоваться этим вентилятором. И два вентилятора у меня стоят у печки. Один с радиаторов на трубе снимает теплый воздух, второй просто со стороны печки дует в мою сторону. В сторону верстака теплый воздух гонит. Крепиться вентилятор будет кверх тормашками, то есть вот так. И так как у меня там по антресоли проходит короб, мне придется сделать наставыш и возможно даже два проставки из ДСП будут из такого же 16 сделаны. Еще и плюс для поворота. Они будут как шарнир работать. В общем приступаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак работа закончена. В руках у меня два пульта. Один от света. Вторым я буду управлять вентиляцией. Сейчас сработало сразу три вентилятора, потому что в дистанционное устройство воткнуто три потребителя. Первый вентилятор у нас самый большой. Второй вентилятор у нас вот этот. Его мы тоже как-то в одном видео уже обозревали. Он теплый воздух с печки забирает зимой и дует в сторону верстака. И третьим вентилятором у меня сделал двигатель от кондиционера. Здесь два воздухозаборника служат типа кожуха. Там здоровая турбинка такая вот. И он в принципе когда включается вот с этих радиаторов которые на дымоходе расположены тоже сдувает тепло. В общем задумка получилась хорошая но есть одно но. Этот недостаток я сразу не учел. Возможно по башке мне рано или поздно этим вентилятором попадет. В общем буду пользоваться только когда буду в гараже один. У меня есть сосед по гаражу кстати. Он почти на голову выше меня. Ему точно по башке попадет этим вентилятором если он сунется. Кстати один раз уже залетел так. В общем ставьте лайки кому понравилось видео. жмите колокольчик чтобы быть в курсе новых видеороликов на канале. Также я хотел сделать объявление у меня зачастую при съемках получаются какие-то незапланированные кадры. Там какие-то поломки или еще что-то что я не планировал снимать. Эти смешные или нелепые моменты я вырезаю и после конечной заставки их иногда буду вставлять в видео. В некоторых видеороликах кстати было уже такое, но вам по-моему никто не заметил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки жмите колокольчик чтобы быть в курсе новых видеороликов на канале. Как всегда всем всего самого наилучшего и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok